Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров и Ческомру. И сегодня мы говорим о высшей лиге Чебоксары. Турнир завершился вчера. И, безусловно, сегодня у нас будет немало интересных новостей, которых мы, в общем-то, сейчас и начнём. Итак, вперёд! Победой Павла Панкратова завершился мужской разряд, с чем мы его и поздравляем. Павел в очередной раз показал свой боевой нрав, боевой дух. Но, тем не менее, помимо вот этого вот дерзкого порой напора, он также показал и универсальность в своих партиях, показав при этом, что он очень разносторонний шахматист. Итак, одна из партий, которая заслуживает, безусловно, внимания, которая была крайне важной, и она была сыграна против Александра Горячкина. Избегая вперёд, будет отдельная новость и про Александру. Посмотрим партию Павла против Александра Горячкина. Итак, берлинские мотивы и уже знакомая, наверняка, всем позиция. Ход А4, КНД4. И вот обычно после хода Д5 мы, наверняка, неоднократно видели повторение ходов после ЕД КНД4. Но в этот раз был сделан ход более ядовитый. И вот удалось Павлу, здесь Александру, с дебюта немножко не то, чтобы прихватить, удивить, но так оно и получилось. Он сумел сыграть в такие позиционные шахманы. Итак, Ф4, Ж6. Насколько хоть Ж6 нужен, сразу не сказать. Можно наверняка делать рокировку. Но, так или иначе, последовала такая вот структура. Взятие на С6, СЕ3. Белые, в общем-то, готовы прихватить чёрные поля. То есть, поле С5 с дебюта начинает хромать. Поэтому в таких частых ситуациях чёрным необходимо сыграть самостоятельно С5. При этом после хода КНД2 возникают возможные идеи, связанные с ходом Д4. И вот Александр сыграл неаккуратно. Сделал рокировку. Этот ход оказался уже неточным. После хода КНД2 мы теперь видим, что чёрные движения С5 уже опаздывают. Так как после хода КНБ3 контроль над полями уже устанавливается достаточно жёстким. Но Саша решил играть по-другому. То есть, в планах её входил ход Ф6. Однако, после хода А5 ещё один очень точный ход, который обеспечивает пространство полностью. И белые впоследствии могут ещё поставить пешку на Б4. Намертво захватить все эти поля. Возникла такая позиция. Ладья Ф2. ФЕ ФЕ. Взятие на Ф2. И вот, несмотря на то, что казалось бы, у чёрных два слона. И в пешке, в общем-то, пешка на Е5 тоже может быть слабой, кто знает. Позиция оказалась в пользу белых. Ферзь Д7. КНБ3. И вот теперь мы уже чётко видим перспективы. У белых пешка Е на самом деле является очень сильной проходной, с которой нужно считаться. И чёрный просто-напросто не успевает получить хорошую контрыгру. Ладья Ф8. Ферзь Е1. Ещё один классный ход. Подготавливающий движение пешки Е. Прикрывающий слона на Ф2. И Саша решил играть более агрессивно, более активно. Так, в общем-то, и надо играть. Но после хода Аш3. Ферзь Ф4. КНД4. Возникло немало идей уже, связанных с потерями для чёрных. И пришлось менять ферзей. В этом же случае, если бы белые сразу же меняли ферзей, у чёрных бы появлялась важная пешка Е, которая могла отвлекать в плане контр-игры. Поэтому ферзь Д2, безусловно, сохраняя все возможные идеи и очень неприятная позиция у Александра получилась. Но так или иначе, возник такой эншпиль, в котором, конечно, только белые могут что-то делать. У чёрных полный цукцванг, по сути дела. И белопольный слон пустой. Опять-таки, нету проходных. Ещё и пешка на А7 провисает в некоторых вариантах. Поэтому позиция, конечно, получилась сразу же из дебюта тяжёлой. И вот, посмотрите, как Павел здесь чётко работал. Отъел пешку на А7. Приковал, так сказать, все фигуры защите на разных флангах. Растянул оборону чёрных. И по большому счёту контролировал ход борьбы от начала и до конца. Никаких здесь особо движений и шансов у чёрных не было. Так или иначе, здесь, обратите внимание, вот такой вот тычок, очень красивый слон. Б6. Небольшая тактика ещё нашлась. Ну, в случае ЦБ, АБ угрожает мат в один ход. Она ферзь Д7. Как играют белые? Кто скажет? Ну, ничего придумывать не надо. Можно просто забрать и после этого сделать ход красивый Е6. Таким образом, пешки называются штанами. Они растягивают оборону чёрную. Ну, в общем, так не произошло. Но после хода слон Б6 чёрный сыграл, сыграл ферзь Д7. Ну и по большому счёту партия завершилась после следующих движений. И посмотрите, как чётко работал Паша в добивающей стадии. Отличные достижения от Павла. Очень хорошая и качественная партия. Он сыграл немало красивых здесь партий. Ну, в общем-то, подбирал то, что ему даёт. И заслуженно победил. При этом набрал достаточно большое количество очков. 7 очков без поражений. Поздравляем Павла с этим достижением. И, безусловно, ждём его на суперфинале. Будет очень интересно, как он проявит себя в главном турнире российского календаря. Ну и теперь поговорим о девушках. Девушки у нас самые прекрасные. Прекрасно играли. И, безусловно, надо поздравить победительницу турнира. Марину Гусьеву. Мариночка. Мы поздравляем сердечно с победой. 8,5 из 9. Блестящий результат. Ну и долгожданная, конечно, победа. Потому что Марина в последнее время мало радовала своих болельщиков. И вот, наконец-таки, прорвало, как говорится. Будем надеяться, что и дальше Марина пойдёт. Всё будет хорошо. Желаем успеха. Ну и, безусловно, сейчас смотрим за её достижениями. Я смотрел её партии. И удивительным образом сложилось так, что она филигранно работала чернопольным слоном. Вот чернопольным слоном она, по-моему, все партии практически выиграла. Ну и вот одна из партий, которая как раз-таки была немножко сыграна по-другому, была сыграна против Анастасии Боднарух. Очень опытной питерской шахматистки. Которая стала впоследствии призёром чемпионата. Поделив второе и четвёртое место вместе с Дарьей Войт и Евгением Овода. Итак, после классической расстановки, ну, в общем-то, здесь девочки расставлялись так вот, в общем-то, стандартно. Белых чуть поприятнее позиция. Ну и, в общем-то, весь турнир Марина старалась играть с запасом прочности. Сложнейшая позиция была в какой-то момент, то есть, такие вот манёвры шли, перестановки, обоюдные слабости. И кто был прав, кто виноват, сказать сложным. И вот в итоге был такой момент, к которому надо обратить внимание. В конце концов, чёрные сделали ход Е5, неоднозначный поле Е4. У белых появилась очень сильная лошадь на Е4. Однако, зная Анастасию, бескомпромиссную совершенно шахматистку, она всегда не боялась идти вперёд, даже несмотря на возможные какие-то позиционные ослабления. Итак, ну вот, централизация сильная у чёрных возникла, продолжение такого давления. Ну, Марина отбивалась и, в общем-то, старалась делать крепкие ходы, как я уже сказал, при этом держа позицию под контролем. И вот в какой-то момент возникла следующая позиция. Мы видим совершенно бескомпромиссная, как я сказал, игра идёт, то есть сложные манёвры. В итоге Марина пошла вперёд, Е4, и возникла такая вот позиция, в которой, господа, Марина приготовила неожиданный ход, скажем так. Когда я увидел этот ход, я даже сразу и не понял, а в чём тут прикол-то, да? А потом оказалось, что очень красивый. Итак, слон А6, удар, удар, как говорится, кабани, да? Как говорят кабани, именно удар. Слон А6, красивейший ход. Брать ферзём нельзя, ладья Аш-1, связка. Ну, а на взятие слоном ферзь беда 4, с последующим взятием коня. И здесь Настя стоило взять на Е4 и пытаться как-то там спасаться. Там были варианты, где она могла, в общем-то, бороться за уравнение. Однако позицию очень сложно оценить. Например, такого формата, как её оценить, совершенно непонятно. Но совершенно точно у чёрной пока не проигрывает. А, возможно, даже у них есть какие-то ещё и ресурсы. Кто знает. Но последовал ход слон Е5, а это привело сразу к гибели. После хода коня в 2 возникла техническая позиция, где лишняя пешка, в общем-то, сказалась. И Марина здесь, в общем-то, чётко провела добивание. Съела ещё одну пешку и перешла в такой, в общем-то, приятнейший шпилёк. Да, но здесь, конечно, тяжело было бороться. И, как мы видим, борьбы дальше уже не произошло. Вот такой вот пример. Восемь с половиной из девяти. Я даже не припомню за последние несколько лет, когда так проходились по лиге высшей. Поэтому ещё раз поздравляем Марину. Желаем, ещё раз говорю, успеха в суперфинале. Ну и, в общем-то, очевидно, что она будет одной из фаворитов, если будет показывать подобную игру, подобный напор. И очередное достижение, которое продемонстрировала наша сборница Александра Горячкина, безусловно, уже вошло в историю. И, безусловно, порадовало наших болельщиков, наших российских болельщиков, а, возможно, и болельщиков всего мира. Александра преодолела планку 2600, взяла бронзу и показала совершенно новую по уровню игру, которая, безусловно, радовала глаз понимающих шахматистов. Белыми просто-напросто расчесала практически всех. Среди её жертв можно отметить таких мастодонтов, как Дреев, Предки, Сарана и Трепишка. О чём можно говорить, друзья? Это топ-шахматисты. Топ-шахматисты. И вот одна из партий, которая сегодня вашему вниманию, мы поговорим о технике Александры. Я пересмотрел её партии белым цветом. Они, конечно, очень хороши. И видно, что проделана большая работа. Мы поздравили Александру с этим успехом. И желаем успехов в мужском суперфинале. Мужской суперфинал перед Александрой открыт. И вот там будет уже действительно жарко. Ну что, вперёд. Партия против Александра. Трепишка молодого гроссмейстера, безусловно, тоже талантливого. Ну и вот посмотрим, что было в этой партии. Каталон был разыгран. Вариант с ходом коньца 6. И, по моим ощущениям, Александра сделала большой шаг и в теории. Она, очевидно, много занимается, много работает над движением своим. И вот такая вот, можно сказать, мини-таби была разыграна. Чёрные пожертвовали пешку. Целых две пешки. Но их фигуры немножко более активны. Белых немножко опаздывают в развитии. Однако свои нюансы, безусловно, здесь везде есть. И вот здесь, следующим образом, такое вот движение происходило. Такие танцы слоновые, слоново-коневые. И в итоге изменение структуры. Вы знаете, в этой партии я даже не понял, где же всё-таки ошиблись чёрные. Потому что сложилось такое впечатление, что как-то всё оказалось не в пользу трепишкой изначально. И вот давайте посмотрим. После ц5 ладья d1. Ну, вроде как компенсация. Однако, вот где её ловить пешка? А всё-таки является очень важной. И она может двигаться очень быстро в какой-то момент. И вот Александр, как принято, отводит пока слонов подальше. Пытается за счёт этих вот слоников найти контру. И здесь, конечно, стоило менять, наверное, коньи на d5. И вот играть, скажем, какую-то такую позицию. Ну, приблизительно, наверное, она равная. Хотя, конечно, свои тут моменты ещё есть. Так не последовал. Последовал ход король g7. После которого взятие на b6 и слон b5 образовало достаточно лёгкую игру для белых. То есть, теперь белые готовы были пойти и а4, и конь е4. Опять-таки, слон е7. Может быть, можно было сыграть всё-таки поактивнее слон е5. И после размена в конь d2 вот такая вот интересная позиция возникла, где в чёрных, опять-таки, как я говорил, два слона. Однако, пешка начинает своё движение. Ладья вошла в игру. Укрепление на b3. Ну, и, в общем-то, здесь, посмотрите, уже стадия добивания пошла. Пешка очень быстро начала двигаться. И дальше, по большому счёту, арестована была ладья на а7. И после некоторых движений возник такой вот ещё небольшой удар. На f5 и ладья d6. Очень мощная техника была проявлена. И Александр, наверное, ошибся совсем чуть-чуть, да, не сыграв конь бьет d5. А после этого шансов не было абсолютно никаких. Очень мощное впечатление от этой партии, как и от других тоже. Были партии сложные и с Дреевым, и с Раной. С Рана в последнем туре полез в совершенно непонятные осложнения, в равные позиции. И прозевал элементарный ответ, проиграл. Ну, а партия с Дреевым, это тоже отдельная история. Вы можете её посмотреть. Очень интересное развитие событий, жертвы и качества. Ну, и вот Александра продемонстрировала совершенно новый уровень, как я сказал. Особенно при игре белыми. И мы её, безусловно, поздравляем с этим успехом. 2600 – это вам не шутки шутить, господа и дамы. Ещё одной прекрасной новостью для российских болельщиков стало выступление Полины Шуваловой. Которая преодолела планку 2500, гроссмейстерскую планку. И, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом. Сыграла в этом турнире Полина Блестяще. Сделала ничью с Горячкиной, с Наполоковым. И обыграла нескольких мастодонтов, таких как Рахманов, Шиманов и Тимофеев. Последнюю партию как раз-таки мы с вами сейчас и посмотрим. Ну что ж, Полина сделала качественный шаг, вычинной, на её шахматном пути. И, безусловно, мы все очень рады и болеем за неё. Итак, давайте посмотрим, какой мини-шедевр она сотворила в шестом туре. Играя чёрными против очень серьёзного шахматиста Артёма Тимофеева «Казанская школа». И Артём решил сыграть в дебюте немножко похитрее. Не ввязываться в какие-то дебютные дебри, в которых Полина достаточно уже подкована. Но, тем не менее, вот такая вот аккуратненькая игра способствовала достаточно резкому потом продолжению. Итак, после х4 началась очень дикая борьба. Ж4, конь, е5, h5, f3. Белые начали вскрывать линию f, подрывая пешку g. Определённое атакующие действия на пешку f7 оказаны, но хладнокровие здесь было чуть выше. Итак, посмотрим. После хода d6, конь c4, взятие, конь f3. Белый конь направляется на поле g5. Белый готовы делать арокировку. Или Баладяев 1 впоследствии играть. Последовало следующее движение. Ферзь уходит на е7. И после арокировки достаточно крепкий и интересный ход слона f6. Есть такая конструкция, не часто можно её увидеть. После хода конь h7, конь d7, хладнокровную. Опять-таки Артём съел пешку на h5, но попал под очень опасную атаку. После хода ладья g8 мы видим, что слон с ладьёй атакует пешку g2. И нет хода е4 из-за взятия пешки на d4. Но и не так-то просто защищать эту пешку. Обратите внимание, приходится уже играть g4. Это в этом случае король белых начинает просить помощи. И после охладнокровного взятия на h4, конь d2 и длинной аркировки возникла достаточно красивая позиция. Ничего лучше Артёму предложить было нечего, кроме ладья bf7. Но после ладья bg4 белый король оголился совсем. Последовали шахи. И в этой красивой позиции Полина сделала потрясающий ход ладья g8. Настоящая жертва ферзя. Артём обязан есть, потому что угрозил мат в один ход. Слон е7. Возобновляется угроза мата. В один ход приходится защищаться конём. И растягивание, так скажем, такое вот растягивание происходит. Грозит ладья g1 с последующим слон g2. Поэтому слона нужно перекрывать всеми возможными способами. Ну и после хода конь е5. Очередное красивое погружение. Посмотрите, доминация чёрных фигур. То есть белые фигуры разбросаны по доске. Координации никакой. И король в открытом положении. В то время как чёрные хотят сделать, может быть, профилактический ход король b8. Или король d8, подключая слона. Ну так, по сути дела, и произошло. После хода ладья d1 последовал интересный ход король d8. Ну, наверное, король b8 был чуть более осмотрительным. Тем не менее, произошло следующее движение. Ферзь е2 взятие на d5. Е4 слон уходит на c6. И угрозы все возобновляются. Опять-таки, ничего совершенно не ходит. А после хода короля h2 последовал хладнокровный ход ладья g7. И посмотрите, насколько здорово фигуры чёрных расположены. Всего лишь ладья за ферзя, однако, ходить белу некуда. И после ферзь h5, я думаю, каждый из вас найдёт элементарный удар. Ладья бит h7, после чего Артём сдался. Идея в том, что на ферзь h7 последует шаг на f3. И в случае короля h1 чёрные мотают на g1. А на король h3 следует вилка. И теряется ферзь. Вот такой мини-шедевр, организованный Полиной. Поздравляем её. Наконец, мы пришли к вишенке на торте. Партия, которая была сыграна двумя очень сильными шахматистами. Один из них стал серебряным призёром. Это Максим Чигаев. Ну, а Илья Лешонок, тоже очень известный и многоопытный шахматист, стал соавтором небольшого шедевра. Итак, сицилианская защита. Вариант Найдерфа. Один из самых принципиальных на данный день дебютов. Дебютных табий. И вариант со слон g5. Один из самых агрессивных вариантов. После длинной аркировки чёрные готовят планы с ходом b5. Белые готовят работу на королевском фланге. Стандартная игра при разносторонних королях. Разносторонних аркировках. И вот ход b5 чёрные делают. И в наше время ход a3 является как обязательным. Практически ничего белые не боятся. Хотя чаще всего это является зацепкой. Но так уже принято, что всё это мы, говорится, проходили. Всё это нам задавали. Ну и вот теперь после хода ладья b4. Казалось бы, у белых периодически возникают идеи, связанные с ходом коня d5. Но на данный момент пока таких идей нет. h4 играет Максим, ладья b8 убирает Илья ладью. И очевидно, что чёрные преуспевают некоторым образом по линии b. Но всё это лишь видимость. Оказывается, что у чёрных есть большие проблемы. Проблемы прежде всего с развитием. Потому что белые сейчас уже преуспевают в движении. Мы видим, что чёрным нужно играть крайне осмотрительно. Ферз b7. Взятие на f6. Сильный ход. И выясняется, что бить слоном плохо из-за потери пешки на d6. Ну а в случае gf ферз проникает на h6. Очень сильное положение для ферзя. Здесь он сковывает положение чёрных. И подготавливает таранный ход g5. Слон d7 g5. fg обязан hg. И мы видим, что чёрный король всё-таки остался стоять. И пребывать в роли статиста. Ладья f8. Ферз g7. Готова ладья врываться по седьмому ряду. И пешка пошла. И вот казалось бы, вот в этом-то и заключается контра чёрных. Теперь грозит ход a4. И у белых могут быть проблемы с пешкой b2. Но смотрите, что же здесь произошло. a4. Конь бьёт c5. Отдают пока на b2. Но не торопится брать. Илья бьёт пешкой d. И очевидно сохраняет эту возможность. А более того, на g6 в некоторых вариантах возникает идея, связанная с ходом. Слон g5 шаг. Но следует фантастический совершенный удар. Конь бьёт a4. Обратите внимание на вот такой вот ход конь a4. В чём же суть? В чём же соль, как говорится? А соль в том, что ферзь на g7 прикрывает теперь пешку на b2. Чёрные съедают на a4. И следует ход g6. Очень красиво сыграно. И угрожает мат по седьмому ряду. Ничего не даёт слон g5. Король уходит на b1. И чёрным, видимо, лучше ничего не предложить, чем отдавать где-то на b2. Но тогда у белых легко добиваются победы. Играет вершонок f6. Прикрывает слона. Мата нигде нет. Посмотрите. Импозиция, конечно, страшная. Но обоюдная угроза также присутствует. То есть, с одной стороны, можно взять на e6. Но, скажем, после взятия на b2 белый проигрывает. И начинается уже, опять-таки, всё теряется. Но здесь очень красивая концовка, господа. Если вы уже нашли, вы просто монстр. Итак, слон b3. Гром среди неясного неба. Фантастический по силе ход. А суть этого хода в том, что после слона бьёт b3. Белый жертвует ферзя на f7. Ферзь f7. Ладья f7 gf. Посмотрите. Король не может проскочить на линию d. Он обязан уходить на f8. И ладья g1. Посмотрите, насколько красиво сыграно. И какая потрясающая концовка. Элегантная концовка. Настоящее эстетическое полотно. Ну что ж, друзья. Вот такую комбинацию провёл Максим Чигаев. Поздравляем его с творческим достижением. Я ещё раз всех благодарю за внимание. Надеюсь, было интересно. Смотрите Чискомрум. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok